Всем привет! Спасибо большое, что находитесь на столицах моего канала. И сегодня вторая часть покупок обзора товаров из китайского сайта aliexpress.com Спустя какое-то время после первого ролика мне уже пришла следующая волна моих заказов. И я бы уже с удовольствием хотела поделиться своими впечатлениями с вами. Наконец я уже рискнула заказать из китайского сайта вещи. Я заказала там два свитера и одну кофту-свитшот. Заказывала специально все универсального размера, потому что знаю, что на китайских сайтах постоянно проблемы с размерами. Они в основном как-то маломерят. Проявляется это в длине рукава, в длине штанины и так далее. В общем, судя по комментариям, если вы решите заказывать одежду из aliexpress, тогда лучше брать на два размера больше своего явного. На этот момент мне пришла только одна вещь. Это вот такая вот кофта-свитшот, беленькая с нарисованным принтом зайчика. То, как я ее распаковывала и забирала с почты, вы можете видеть у меня во блоге. Ссылку я вам оставлю здесь, а также внизу в инфобоксе. В описании, к сожалению, не было достаточно понятно написано, какой состав ткани. Я рассчитывала на все 100, что придет синтетика, причем какая-то полупрозрачная. Потому что, судя из обзоров других блогеров, китайцы особенно полюбляют делать вещи 100% синтетики. Причем самой дешевой и самой тонкой. Я очень удивилась, когда в составе нашла хлопок и внутри даже есть бирка с составом ткани. Это 65% хлопка и 35% полиэстера. Я так понимаю, полиэстер это внешнее покрытие, потому что сама кофта очень какая-то гладкая. И на ощупь действительно кажется полной все синтетичной. Но внутри явно хлопок, потому что именно этот материал касается кожи. И если там синтетика, я думаю, вы сразу это все почувствуете. Очень приятно удивило качество. В принципе, ни одна нитка не торчит. И все швы идеально прям ровные. Хорошо сделаны рукава, хорошо прошита горловина. В принципе, претензий по пошиву абсолютно нет. Из недостатков. Конечно же, это не очень качественное нанесение рисунка. Принт довольно размытый. Тяжело угадать, где заканчивается рисунок. То есть, нет четких линий. Но сдалека на фотографиях почему-то это смотрится просто отлично. На сайте огромное разнообразие рисунков. Я, как всегда, оставлю все ссылки внизу. И попытаюсь размещать параллельно где-то здесь сцены и фотографии с сайта. Следующее, что я заказала, были вот такие вот патчи под глаза. Я их заказала 5 штук. Как видите, у меня осталась всего лишь одна парочка. Называются они Crystal Collagen Gold Powder Eye Mask. В Киеве точно есть марка Via Beauty. И у них есть точно такие же патчи с золотом. Точно такая же упаковка. Единственное, у них здесь написано Via Beauty и перевод на украинский язык. Я специально пошла в магазин и посмотрела страну производства тех патчей Via Beauty, которые у нас реализуются в Украине. И, боже мой, какое удивление было, когда там было написано «Страна происхождения Китай». Патчи на ощупь очень такие гелевые. Они как будто силиконовые подушки, чем-то пропитанные. Первый раз, когда я открыла эти патчи и начал использовать, через 20 минут напитанных патчей у меня получились только вот такие вот тоненькие пленочки. То есть все содержимое впиталось у меня в зону под глазами. В общем, об ощущениях. Сначала легкое охлаждение, как будто вам предложили какие-то холодные компрессы под глаза. Через 15 минут начинается покалывание, и это очень ощутимо, и я бы сказала, не совсем приятно. Уже на 20-25 минуте сидеть уже невозможно, потому что все колет, и тебе кажется, что сейчас у тебя пойдет или аллергия, или какое-то раздражение. Честно говоря, чтобы осветлялись мои ужасные пленки под глазами, я не заметила. При пухлости особо не уходит. Я бы сказала, это больше маска рассчитана на увлажнение и такой релакс легкий. И наконец-то пришла моя очень долгожданная посылка. Это вот такая вот трехступенчатая система для очистки пор, о которой, в принципе, говорят многие американские блогеры. Это фирма BioAqua называется. В чем принцип? Здесь набор из трех средств, которые нужно поочередно использовать, чтобы очистить поры на носу, на лбу и на подбородке. Вот так вот выглядит сам набор. Первая ступень это тоник, который помогает очистить кожу и открыть поры. Второй это такая клеевая маска, она темного цвета, которую вы наносите, она засыхает, и пленочка снимает ее. И третий это успокаивающее средство, которое дополнительно очищает кожу от остатков этой маски, сужает поры. Посмотреть, как это все действует, вы можете уже в следующих видео. Там будет очень развернутый и полный обзор с тестированием всех трех продуктов. Пожалуйста, дождитесь, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить это видео. И переходим уже к следующей покупке. И следующая покупка это тоже косметика. Это набор вот таких вот подводок, который называется Music Flower Lasting Drama. В принципе, я очень удивилась, как хорошо сделана упаковка для китайских сайтов. В комплекте у нас идет две маленькие кисточки. Первая вот такая вот лопаточка с закругленной формы. И вторая скошенная кисть для прорисовывания уже непосредственно стрелок. В коробочке идет две подводки. Одна коричневого цвета, вторая черная. Вот таких вот маленьких упаковочек в баночках, а не пластиковые. Я сейчас активно пользуюсь черной, каждый день пользуюсь. Как ни странно, с этой маликусенькой кисточкой можно сделать очень красивые, такие графичные стрелки. Причем очень быстро, удобно наносить эту подводку утром. Такая по консистенции, это, наверное, более гелевая подводка. Можно в одно прикосновение сделать красивую стрелку от руки. То есть один раз вымогаете в подводку, и этим количеством вы прорисовываете полностью стрелку. Есть замечания по поводу стойкости. Потому что лично у меня на одном доступе, там где у меня более норильшее веко, она скатывается к концу дня. И если вы потрете, допустим, глаза, она, естественно, у вас размажется. Она легко стирается, она легко растушевывается. Поэтому я бы не сказала, что это суперстойкая подводка. Комплектом подводки я очень довольна. Цвета очень насыщенные, дяркие. Они очень приятные и комфортно носятся на глаза. Не вызывают аллергии и не вызывают никакой реакции, несмотря на то, что я ношу линзы. Кисточкой можно просто отлично нарисовать свои самые графичные стрелки, которые вы просто можете только себе представить. Единственный минус это стойкость. Стойкость явно не 24 часа. И продлить ее можно только использованием пудровых текстур. Или же просто, как я, не прикасаясь к навесенным линиям. И последняя покупка сайта Алиэкспресс. Это вот такая вот красота. Это бутылочка для воды. Просто отличного, красивого, бирюзового, приятного цвета. Здесь 650 мл. Она идет с двумя сменными крышками. Первая часть у нее с отверстием для трубочки. Трубочка, кстати, тоже шла в комплекте. И также идет обычная крышка сплошная. То есть, если, допустим, нужно куда-то ездить. И чтобы это все не пролить, вы закрываете крышкой сплошно. Если же вы, допустим, в тренажерном зале, на работе, вам просто нужно оставлять ее вот так, как у меня сейчас. Очень красивое оформление. Сразу скажу, бутылочка стоит не дешево, как для китайского сайта. Но это и понятно, потому что это вещь, с которой вы будете пить. Нужно, чтобы пластик был хороший, нужно, чтобы не было протеканий, нужно, чтобы все было как можно полгоречней. Они представлены в нескольких цветовых вариациях. Мне лично понравилась вот такая. У некоторых поставщиков китайских этот цвет уже закончился, поэтому мне пришлось поискать, чтобы найти именно вот этот мятный красивый оттенок. Она просто шикарно смотрится. На крышечке есть маленькая петелька, чтобы цеплять ее где-нибудь. Трубочка сама довольно длинная, широкая, с таким ограничителем сверху. Обе крышечки внутри как будто с силиконовым колечком, которое предотвращает протекание в сумке. Она очень плотно закрывается. Для меня это был способ наставить себе пить больше воды, потому что я на протяжении дня могла пить максимум полстакана воды. Ну не хотелось мне пить. Я пила кофе, я пила чай, на этом все. Так как сейчас осень, и у меня сейчас очень сухая кожа, очень пересыхают глаза за компьютером, я решила, что мне катастрофически не хватает воды в организме, и я буду всячески себя заставлять ее пить. Так как я работаю с бумагами, естественно, открытый стакан у меня там стоять не может, потому что это все может в любой момент разлиться. Мне нужно было что-то закрытое, что-то герметичное, что-то привлекательное. То, из чего бы я хотела пить воду. То, что бы у меня вызывало жажду. Вот такой вот цвет, мне кажется, придает воде такой как будто свежести. Она выглядит очень такой заманчивой. Нет никаких потертостей, нет никаких жестких клетников или еще что-нибудь. Надписи очень четкие, они не смываются. Пластиком бутылка абсолютно не пахнет, она не пахнет ничем. Трубочка с довольно упругого и плотного такого пластика. Она не сминается губами, когда вы пьете. Из минусов, кстати говоря, мне бы хотелось увидеть в комплекте еще одну или две запасные трубочки. Все-таки их хочется мыть, их хочется менять. И в будущем, если что-то случится с этой трубочкой, мне нужно будет искать что-нибудь под цвет, что-нибудь такой именно длинный, или может прозрачный просто взять, но такого же диаметра. В общем, если бы здесь была бы еще одна или две запасных слонки, было бы просто идеально. На этом все. Спасибо вам большое за просмотр. Надеюсь, это видео было вам интересно. Если это так, пожалуйста, поставьте пальчик вверх, внизу, под видео. Мне будет очень-очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить больше обзоров покупок с Алиэкспресс. Я вас всех целую. И пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok